Николай Григорьевич Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Присоединяется к нам. Николай Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Давайте как раз вот с этой атаки на Краматорск, с попадания в отель. Так вышел один журналист, наш коллега погиб. Двое хорошо мне известных. Один американский журналист по происхождению, который много лет работает в Украине, находится в больнице. Другой оператор, очень талантливый оператор, который работает тоже на американской СМИ, украинец, в тяжелом состоянии в больнице. Это не первый раз, когда оккупант попадает по гостиницам, по кафе, где сосредоточены журналисты, в том числе западные. В чем цель, преступная цель россиян в этом? Ну, Россия не избирает цели. Она наносит удары и по живым кварталам, по больницам, по школам, по торговым центрам, и, конечно, по готелям. Там, где находятся и граждане Украины, и иностранные граждане, тем более журналисты, которые имеют особенный статус перед войной в плане любой модели воюющих сторон. То есть, по международным конвенциям, журналисты находятся под защитой военных администраций той и другой страны, и враг четко знает, что находится в Краматорске в этом готеле. Но для того, чтобы запугать весь мир, потому что понимают, что будет большой резонанс в формате, так сказать, оценки ситуации. Но не просто как преступления. Они считают, что это будет резонанс от их жесткости, жестокости и фактически террористического акта. Чтобы именно многие после этого боялись России, видели, что как-то еще есть жесткий потенциал. Вот, конечно, саможертвована ситуация, чтобы наводила ужас. То есть, это один из приемов ведения реальной террористической деятельности и психологической войны по последствиям. И, конечно, это оценка иностранных государств, кроме оценки нашего МИДа, нашего общества, наших средств массовой информации. То, что тут, именно, очень опасно, ехать сюда не надо. Вот, возможно, где-то все-таки пытаться умиротворить агрессора. Вот такая идея, потому что он дальше будет уничтожать и журналистов, и других граждан, и иностранных, и украинцев. Поэтому один из методов это террористический акт. Ну, Путин это давно использовал в других странах, и в себя дома, помню, по Чечне и по другим регионам. Ну, полнокровно, с 14-го года, особенно с 22-го, он использовал по территории нашего государства. Это и убийства журналистов, это теракты, это массированные атаки по гостиницам, по жилым кварталам, по торговым центрам. Этот метод уже ничем не отличается. Очередной террористический акт, который имеет резонанс в мире не так, как рассчитывал Путин, а как очень тяжелое преступление, за которое придется отвечать в международных судах. Я хочу с вами перейти на покровское направление. Очень любопытно, что вместо того, чтобы больше опекаться своими территориями и своей страной, судьбой граждан своей страны, все-таки почему-то Кремль продолжает думать о территориях Украины и пытается их захватить, и пытается так же убивать журналистов, которые делают свою работу просто. Но вместе с тем, мы с вами уже обсуждали тему, насколько может враг еще задержаться на покровском направлении, чего-то там добиться, исходя из ситуации в Курской области. Но вместе с тем, как вы считаете, действительно ли все-таки противник решил, что Курская область может немного подождать, что покровская приоритетнее для него? Ну, в первую очередь, Донецкую наступательную операцию враг начал заранее. Путин конкретно поставил задачу именно захватить Донецкую и Луганскую область. Он несколько раз менял сроки, десятки раз, прямо скажу. Но это не удавалось, поэтому это как бы последний системный удар для захвата. Генеральный штаб доложил, что осталось буквально несколько недель, и они пройдут не только по покровскому направлению, но откроются обороты на тот же Краматорск, Константиновку, Славянск, логический захват в всей Донецкой области. Поэтому при том, когда мы начали очень активное мероприятие по зачистке в Курской области, в плане упреждения ударов противника с той стороны, по Сумщине, по другим направлениям, уничтожение как раз резервов его, взять под контроль, мы четко проработали модель логистики, вот он решил, что этот темп не надо сбавлять. То есть уже как бы войска развернуты, сейчас подтягиваются резервы, и завершить он в стадии ближайшей недели. Вот это не получается, мы стоим, маневрируем, по некоторым секторам мы отходили, это правда, но с другой стороны мы создавали огневые позиции, которые сейчас являются мощней, чем были там, потому что там они просто сносили с лица земли это здание сооружения, сел, поселков, городов маленьких, то есть практически смысл там не было оставаться, но зато мы создавали огневые позиции, и соответственно там, где они заходили, уже пристреленная часть, мы проводили очень мощные огневые операции, поэтому еще раз подчеркиваю, ежедневно громадные потери. Даже за эти сутки 1160 человек противник потерял. Я не говорю о том, что десятки единиц техники, БТР, БМП, танки, 6 штук и другие средства. Поэтому вся увага сюда, и поэтому Путин дал указание ничего не снимать, продолжать операцию по заданному плану, а на Курское направление подождет. То есть граждане России будут ожидать, ничего страшного, что мы где-то там зашли. Он считает, что они смогут локализировать ситуацию где-то там на подходах Курчатовской АЭС, где-то не доходя за километров 40-50 Курску, ну и соответственно выстроить линию обороны. Ну и постепенно снимает как бы войска с различных точек, с глубины России, те, которые должны идти как резервы на Донецкое и Запорожское направления, с Харьковского направления, с Херсонского. Ну мы еще раньше знаем на Калининградском направлении, это область, которую они фактически контролируют на Западе. Поэтому таким способом пытаются что-то создать для противодействия. Но не получается. Он недооценил там ситуацию, тем более недооценил не только масштабы операции, что мы создаем уже теперь буферную зону контроля от агрессии России в этом секторе, но и то, что он очень мощно подрывает и престиж свой, и соответственно все свои имиджовые моменты уже там дают новые социологи российские, что рейтинг обвалился Путина, ну минимум на 3,5-4%, а по некоторым данным до 8%. Это после того, когда Путин не сумел ничего сделать, когда наши войска зашли на территории Курской области. Он не смог показать, что он будет защищать Россию, как он говорил, каждую 5. А тут получается мы 35-40 даже километров продвинулись, и по ширине где-то так перекрываем трассы, взрываем мосты, там, где войска пытались или наступать, или отступать. Поэтому это идет широкомасштабная военная операция. Путин тут проигрывает пока в военном плане, в военно-политическом и, соответственно, имиджовом. Это ему подрывает ее доверие и в обществе, в окружении, поднимает дух наших бойцов, несмотря на то, что мы где-то маневрируем и даже отходим на Покровском направлении. Я со мной беседовал с ребятами и командирами, мы видим, что есть реальный результат, мы наступаем. Вот я общался с представителями США, Британии, Германии, Франции, Польши, буквально на эти три дня, говорит, мы удивлены. Вы наступаете, это очень мощный новый этап. Это стратегия, которую враг не ожидал. И если, конечно, она будет реализована не только на Курском направлении, а на других направлениях, это может территория России, а тем более на оккупированных территориях, так как мощные контрудары там, где враг не ожидает, это может уже начало и освобождение нашей Украины. Поэтому тут мы видим, да, мы еще имеем тяжелые последствия на Покровском направлении, но удержать позицию уже будем точно. И заседание ставок, которое проходилось в последнее время, да, рассматривали Курск, как мы развиваем там наступательные операции, как формируем новые укрепрайоны вот этой зоны, и какие контрудары еще будем проводить по окруженным группированиям около трех тысяч человек. Помним, возле речки Сейн, вот и, соответственно, взорванные мосты. Ну и, конечно, защищать Покровское направление от прорывов. Маневры, это ничего такого страшного нет. Но я там уже испугаюсь, говорят, да, вот они отступают. А вот уже дальше создание укрепрайонов, которые не позволят двигаться врагу, а уничтожать эффективнее. Вот это наш переритет, который будет оттягивать войска очень большое количество в этом секторе, тем более большие будут насти потери, которые несут на Покровском, Краматорском, на, ну, я прямо скажу, весь этот сектор Донецкой области. Это и Торецкое направление, это, конечно, Часовья, это Нью-Йорк, если мы говорим, такие самые жаркие точки. И самое большее там их не теряет. Я думаю, что этот наш сегодня приоритет, он постепенно придет к выдоханию резервов противника в этом секторе, а резервов больших уже больше не будет, потому что нужно и на Курск, и мы контратакуем, например, на Вовчанском направлении, это Харьковский сектор, ну и частично контратакуем на Запорожском направлении, и кругом нужны резервы. А уже резервы дополнительно Российская Федерация в ближайшее время не сможет больших количеств представить. Григорьевич, и вот вы еще в начале своего ответа напомнили, что сроки всегда есть у Путина, он, конечно, и всегда двигает, но они все-таки существуют. А чем обусловлены сроки? Только или амбициями Кремля, или все-таки это имеет определенное стратегическое значение? Например, сколько может выдержать Российская Армия, насколько может хватить техники, или сроки поставок помощи от украинских партнеров? В первую очередь, это комплексные видеоситуации. Самое главное, что Россия не имеет неисчерпаемых ресурсов. Очень большой миф и наших коллег с Института изучения войны, и ряда аналитиков из США, Британии, и даже Европы, что в России громадные ресурсы, и они неисчерпаемые. Я знаю Россию досконально и много других, и в оперативном, и в фактическом плане. Да, большая страна, но их 130 там сейчас, примерно 8 миллионов, которые остались, это не тот ресурс, который могут полностью мобилизировать. Им нужно держать периметр по всем, так сказать, фронтам. Вот, и десятки тысяч километров кордона, только 200 тысяч нужно военнослужащих, чтобы минимально высунуть какие-то там заслоны, пограничные службы или какие-то небольшие части. А тут еще фронт, который за два месяца съедает целую армию, Прямовскую, 72-75 тысяч, тире. Это громадные потери, боевой составляющей. А пополнять уже боевыми частями? Нет. Мы фактически их уничтожили с момента начала войны. Таких уже частей осталось минимальное количество, или общей части, например, полку, бригаде, дивизии, 10-15% не более. А то вообще новые. А еще призывать сегодня или вербовать и направить на фронт, это уже они, те боевые части, которые вот управляют задачей. Поэтому все больше потери боевых частей, это угроза Путину фактически утратить перспективу наступления. Вторая составляющая новейшая техника вооружения. Большинство они бросили в бой, например, Т-90. Супертанк прорыва. Мы их постоянно уничтожаем или захвачиваем. Даже вот последние кадры были, несколько танков на протяжении двух месяцев захватили. Нет перспектив даже больших, во-первых, резервов танковых, ну, артиллерийских, ракетных, тем более требуют новых технологических решений. На Западе закупить невозможно. По контрабанде много не наворуешь. Вот, а, соответственно, сейчас усилить санкции и контроль со стороны спецслужб США, Британии, Франции и других стран. Ну и мы, конечно, даем в этой ситуации информацию нашим коллегам. И, конечно, это ограничит возможность применения или изготовления, производства новой техники вооружения и включая ракеты. Поэтому это ограничение. Он спешит, чтобы за счет технических резервов, которые имеются, все-таки добиться успехов. А затем, развивая наступление, ставить условия мира. Оккупированной территории, линии разверничения, включая санитарные и буферные зоны. Вот, соответственно, деморатизация, как называется, там, не вступление в НАТО и целый ряд других вопросов. А тут другая составляющая. Мы зашли на Курщину, мы, соответственно, проводим контратаки по многим направлениям или держим позиции. И он понимает, что в ближайшее время поступление от наших союзников, а не вот постоянно, закупка на внешних рынках и вооружение техникой, и боеприпасов особенно. И наш ВПК, который уже покажет классы, уже ракет, баллистинских дронов, включая то, что говорит президент Полянец, он уже не один, а их десятки, сотни будут. Дроны для различных типов уже будет, движемся до 800 тысяч, а скоро миллион. Это все ресурс украинской армии, чего боится Путин, это и высокотехнологической армии, и новой стратегии войны, незатяжной, которую он там устраивает, постоянные контратаки, затяжная война на линии соперничества, и дальше навязывать нам вот эту войну, постепенно продавленная наших кордонов. А мы контратаки, стратегические удары начинаем, это уже правильный подход, который дает перспективу освобождения территории Украины, ослабления врага на территории России, ну и, конечно, на горячих участках это не только держать позиции, а наносить массированные контрудары новейшими ракетными средствами и другими системами. Вот такой формат Путин не ожидает. Он мог бы ожидать, но он не имеет возможности это системно пресекать. Николай Григорьевич, у нас еще несколько минут остается. Я все-таки хочу, чтобы вы подробнее рассказали про Курскую операцию, про успехи украинской армии, про последствия, и не только тактические на земле, где какие мосты, понтоны и так далее мы уничтожили, а какие могут быть долгоиграющие последствия такого успеха? Больше 20 дней значительная часть одного из регионов России не управляется российской властью. В первую очередь стратегическое последствие – это то, что мы сорвали и развеяли миф, что кордоны России неприступны и их невозможно каким-то способом зачистить, взять под контроль и т.п. Это полный провал. Стратегии Путина, личных обещаний, их вооруженных сил, спецслужб, которые должны это все предусмотреть, этот миф развеялся. Мало того, они просчитались стратегически, мы их переиграли. Была основная концепция и доводилась информация в плане оперативной игры, что мы будем защищаться на территории Сумской области и ожидаем больших ударов со стороны России. Дали ряд наших военачальников, говорят, что мы ждем очередного удара. Харьковский, Сумская область. Поэтому концентрация наших войск там показала, что мы якобы готовимся к обороне. А мы обиграли врага и начали наступать на операции. Он не ожидал. И все войска, которые там были, просчитались и фактически сдавались. Или убегали. Поэтому в данный момент тут имеет и военно-политическое значение, и военно-чисто тактический формат на поле боя. Вторая составляющая, конечно, это подрыв самой модели системы ведения войны. То есть в тех местах, где они еще концентрируют войска, типа Покровского направления, в других они не имеют элементарных систем защиты. Это не только Курск. Помним, как фронты заходили на территорию Брянской, Белгородской области, и неделями там проводили рейды. Показала без деятельности. Как когда-то, помним, ходил Пригожин со своим на Москву. Там был полный коллапс. Точно такой же коллапс был первый день. Начали рассказать, что там какая-то небольшая группа диверсантов. Мы их легко уничтожим. То есть это провал уже в системе обороны России по ряду российских регионам. Это подорвал престиж самого Путина среди россиян и особенно среди окружения. Которые еще думали, да, он еще диктатор, но он имеет успех. Он имеет перспективу победы. А теперь посмотришь, перспективы победы нет. Вторая составляющая. Многие союзники, прямо так сказать, конкретные союзники. Беларусь. Помните, как Лукашенко уже начал лавировать? То в одну, в другую сторону. То к миру. То к тому, что мы еще давайте объединим силы. Там как-то тоже свои войска будут двигать к кордону по указанию Путина, что мы оттянули свои какие-то ресурсы дополнительно, а не на восток. А затем говорят, да нет, давайте не убивать друг друга. Уже начал какие-то искать варианты и с третьими странами, чтобы выйти на мирный процесс. Показать себе миротворство, чтобы не отвечать за агрессию вместе с Россией. То есть этот конъюнктурный так званый президент почувствовал, что Россия будет проиграть. Иран сбавил темпы. Северная Корея уже задумывался прямо по нашим данным. А нейтралы типа Индия, Китай, Бразилия, Турция уже посмотрели, говорят, так уже же нужно соблюдать принцип международного права. А это что? Это воссоздание территориального союза Украины. Суверенитет просматривает то, что четко было предоставлено международной нормой и конституцией Украины. То есть игра уже идет не за Россию. Давайте остановимся, отдадим территории оккупированной, создадим какую-то зону контроля. То есть мировое сообщество в первую очередь, ну союзники понятно за нас, они более активно поддержали. Но вот третьи страны, которые воздерживались, так сказать, или даже работали на свой интерес, в первую очередь экономические, технологические с Россией, сейчас начали занимать осторожную позицию и призывать уже не просто к миру, а к восстановлению территориальной союза Украины, как и другой любого государства, которое должно в соответствии с международным правом иметь такие правовые основания. И, конечно, это возможность проведения других операций. Важно, чтобы мы не остановились на Курске. Но стратегия предполагает не только держать позицию на Курском направлении, сколько можем, укрепив позиции, а готовить другие удары. Это возможно территории России и, самое главное, подчеркиваю, удары в других секторах на территории Украины, где оккупированы врагом, где нет укрепрайонов, где нет подготовленных позиций, где враг не ожидает, а протяженность войны у нас на территории больше 1300 километров. И эти бреши во многих местах очень такие есть, прямо скажем, вразовые в украинской мове. Поэтому, если дело Генштаба сегодня альтернативно готовить, чтобы враг не мог концентрироваться на Востоке и на Курской области, чтобы были такие удары в других регионах, он тогда не будет знать, как действовать, где, так сказать, задействовать основные резервы, где мы начнем с традиционной наступательной операции основного типа и где будем побеждать. Это сейчас мы можем сломать стереотип войны, которую навязал нам Путин. И действовать не стандарту. Как правило, действуют, когда меньше силы средств. Когда армия действует очень эффективно, использует особое искусство и особую стратегию. Я думаю, к этому переходим. Николай Григорьевич, я думаю, что восприятие войны Кремлем уже несколько сломано только лишь от Курской операции. Но то, что вы, скажем так, предположили, какие возможные шаги могут быть, это действительно достаточно глобальные и впечатляющие могут быть планы. Николай Григорьевич, я благодарю вас, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Напомню зрителям, что Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала «Фридом» круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.